Систематическое исследование остатков. Вот. Значит, рассматриваем любое целое число. Ну, только начиная с двойки. Смысл остатки по модулю единицы брать нету. Ноль вообще запрещен в этом плане. Но отрицательные – это на самом деле то же самое, что те же самые положительные с противоположным знаком. Значит, остатки. Остатки. Остатки от деления на m. Ну, это как бы, если наивно говорить, то это вот эти m чисел. Это наивный подход. Но он удобный при этом. Он наивный и удобный, скажем так. Наивный и удобный. И будем пользоваться мы именно им. Но, чтобы его обосновать, мы вспомним, что на самом деле формально верный подход. Другой формально верный подход – это классы чисел. mz плюс 0, mz плюс 1. Вспоминаем по Минковскому. То есть, каждая кратная m складывается с единицей. Получается система чисел всех дающих остаток 1 определения на m с двойкой, с тройкой и так далее. Наконец, mz складывается с m минус 1, что то же самое, что mz вычитается по Минковскому из него единица. А вот. Ну и на самом деле и дальше тоже. m минус 2. Сложить по Минковскому из m минус 2 то же самое, что вычесть по Минковскому 2. Ну и как бы все это, естественно, рисуется очень просто. Мы наносим все кратные какого-то числа m. Потом у нас, значит, это одна система чисел. Другая система чисел – это те, которые стоят на единичку вправо от этих кратных. Третья система на двойку вправо. А вот и так далее. Ну и последняя система – это на m минус 1 вправо. Она же на 1 влево, как видите. Вот. И мы складываем эти системы по Минковскому. И мы помним, что всегда… Ну мы, например, четверки это делали. Ну понятно, что и в общем случае будет то же самое. Если я сложу, например, любое число из этого класса с любым числом из этого, то всегда получится число, которое дает остаток 5 при делении на m. То есть сумма по Минковскому корректно определяет сложение на классах. Это факторизация. Страшное слово, да? Факторизация. То есть мы вгруппируем числа в некие классы и обнаруживаем, что операцию можно внутри классов выполнять корректно. Сумма любых двух элементов, взятых один из первого класса, какого-то, другой из другого, всегда дает элементы с какого-то еще класса. Вот. Но давайте как бы забежим немножко вперед и заметим, что если я беру произведение, то всегда тоже получается независимо… Значит, то есть можно взять и определить произведение. Это будет немножко не то же самое, что по Минковскому, потому что целиком весь класс может не получиться, но всегда произведение по Минковскому вот таких двух классов будет лежать вот в этом. И это нам дает моральное основание или теоретическое основание, фундамент для того, чтобы определить произведение двух классов просто как класс, который равен mz плюс ab. Это будет уже не по Минковскому, в отличие от сложения, где все вообще идеально. Это просто сложение по Минковскому. Здесь просто мы замечаем, что умножение по Минковскому всегда оказывается внутри некоторого одного и того же класса, если мы умножаем числа из этого класса на числа из другого класса. Вот. Ну а понятно, что наивно и удобно просто писать, что там… Кстати, вот здесь я пишу плюс, плюс и тут плюс. И ab уже может оказаться больше, чем m, и довольно часто оказывается. И тогда, естественно, это же равно и mz плюс остаток. Так, там некоторые k, где k остаток от деления ab на m. Все. Вот это вот теоретическая основа для того, чтобы вводить арифметику остатков. То есть сумму мы просто можем образовать соответствующие классы, сложить их по Минковскому. Ну или заметьте, что сумма двух остатков – это либо просто… просто нужно обычную сумму взять, либо если мы перепрыгнули через m, то вычесть m. И будет ответ. А произведение нам то же самое. Мы умножаем 2, и если мы выпали за предел вот этого промежутка, то мы вычитаем m, пока не попали снова в него. Вот. И вот это вот корректное описание некоторого кольца, кольца, состоящего из m элементов. Кольца, то есть в нем можно складывать, вычитать и умножать, которое называется mp mz. z по mz. Раньше мы ее рассматривали как группу всех остатков по сложению, а теперь как кольцо, в котором еще и умножение есть. Вот. Это кольцо. Прекрасно. Теперь я просто нарисую как бы… Нарисую. Ну, когда есть конечная какая-то система чисел, то плюс… Ну, минус – это производная от плюсов, как мы знаем. Производная не в том смысле, в котором мы от анализе. Минус – значит, это операция, которая по плюсу определяется. Поэтому нужно составить таблицы сложения и умножения. Ну, давайте составим какие-нибудь типичные. Значит, будем складывать. Давайте возьмем, например, m равно 4, m равно 5. И посмотрим, что у нас получится. Значит, 1, 2, 3, 4. Так. Значит, это по модулю 5 будет сложение, да? Вот. 0, 1, 2, 3, 4. Сложение будет настолько просто выглядеть, что на самом деле совершенно неважно, по какому модулю это делать. Все время будет получаться одна и та же картинка. Ну, давайте ее здесь воспроизведем. Один раз. А вот с умножением будет очень много веселухи. Значит, итак, что такое таблица сложения? Это я пишу. Чему район этот остаток плюс этот остаток? Куда он попадает? 2, 3, 4. А это куда попало? 1 плюс 4. Это 5. Это 0. Значит, z по 5z, да? Плюс 5. Но это то же самое, что z по 5z. То есть мы попали в 0. Сумма любого числа, дающего остаток 1 и дающего остаток 4, при делении на 5, дает число, делящее на 5 на целом. Так, 2, 3, 4, 0, 1. Ну и дальше, вот как бы, смотрите, эта строка целиком смещается влево, а 0 перепрыгивает вправо. Снова на один шаг влево, а 1 перепрыгнул вправо. Следующая будет 3, 4, 0, 1, 2. Ну и, наконец, 4, 0, 1, 2, 3. Значит, такая таблица будет для произвольного m. Для любого m все то же. Это означает следующее, что относительно сложения все эти группы выглядят совершенно одинаково. Это, значит, называется циклическая группа. По модулю m она у нас уже, кажется, возникала. Вот совсем другое дело будет по умножению. Давайте рассмотрим по модулю 5 и по модулю 4. И вот этот вот мы как бы как раз и обсудим, что у нас получается. Ну, на самом деле, я могу 0 выкинуть, потому что 0 при умножении на любое число дает, конечно же, 0. Поэтому достаточно оставить результаты умножения без 0. Первая строка тоже очевидна. Вторая строка. Значит, 2, 4. Дважды 3 это 6, а по модулю 5 это 1. Дважды 4 это 8. И это тройка. Так, 3, 6, то есть 1, 9, то есть 4, и 12, то есть 2. Это все по модулю 5, да? А тут 4, 3, 2, 1. Хорошо. Ну, а теперь давайте для контраста. Нарисуем по модулю 4 ситуацию. Опять же, 0 выкидываем за неинтересностью. Вот. Итак, по модулю 4 у меня 1, 2 и 3. И здесь 1, 2 и 3. 1, 2, 3. 2. Дважды 2, 4, то есть 0. Дважды 3, 6, то есть 2. 2, 0, 2 внутренняя строка. А это 3, 2, 1. Так. Что называется? Почувствуйте разницу. Почувствуйте разницу. Посмотрите, что у нас происходит. Здесь, во-первых, каждая строка содержит все числа. То есть при умножении любого из остатков по модулю 5 на все остальные остатки, получаются все возможные остатки. В частности, смотрите, что это означает, что всегда можно поделить. Ну, например, как мне поделить 1 на 2 по модулю 5? Так, ну я смотрю, какое кратное двойки должно дать единицу. Какое по порядку? Третья. Третья и в этой строке. Ну, значит, дважды 3 равно 1. Поделил. Теперь давайте я поделю, например, 2 на 3. Как мне поделить 2 на 3? Мне нужно, опять же, найти в строке кратных тройки, какое по счету дает 2. Четвертое. Значит, 2 разделить на 3 равно 4 по модулю 5. Вот. И смотрите, из-за того, что здесь в каждой строке перечислены все, у меня каждая может быть поделена на каждая, кроме, конечно же, нуля, но это я даже и не говорю. На нуль делить нельзя. Значит, у меня получается, что в системе остатков по модулю 5 можно не только складывать, вычитать и умножать, но и делить всегда. То есть вот эта вот система остатков по модулю 5 образует поле. И это очень круто на самом деле. Это конечное поле. В этом поле всего 5 элементов. Ноль и все ненулевые остатки. И у меня получается, что, значит, среди ненулевых операции сложения и умножения выполнимы. То есть вообще в этой системе остатков все арифметические операции выполнимы, за исключением, естественно, деления на ноль, по всем обычным правилам арифметики. А здесь? А здесь нифига. Это множество z по 4z. Поле не образует, только кольцо. Только кольцо. То есть плюс-минус умножить, пожалуйста, как хотите, но делить нельзя. 1 на 2 не разделить. В этой строке нет единицы. 3 на 2 тоже не разделить. В этой строке нет тройки. И это очевидно, да, нечетное. Мы не можем разделить на 2 по модулю 4. При умножении на 2 всегда будет четное число. Модуль-то у нас четный. Ну и опять же мы видим, что здесь и повторы есть, и ноль есть, и единицы нет, не все чисто встречаются. Во второй строке... Вторая строка ведет себя иначе, чем первая и третья. Вот что я хочу сказать. Вот. Сейчас мы перейдем. Мы сейчас нарисуем, ну, может быть, еще пару табличек умножения нарисуем, а потом попробуем сформулировать несколько общих утверждений про произвольную систему ZPMZ. И выясним, как бы, от чего зависит то, к какому типу систем, вот такому или вот такому, относится, значит, соответствующая система остатков, соответствующая конечная колечка. Будет ли оно полем или не будет. Ну и вообще вот все эти свойства, да, про то, как ведут себя строки таблицы умножения. Вот, вот мы подбираемся к важнейшему, что есть в начальной математике.